Попугаи, канарейки – это уже не экзотика. Декоративных птиц нередко выбирают в качестве домашних питомцев. Чтобы ваша птичка оставалась здоровой, важно подобрать для неё сбалансированный корм. Сегодня расскажем, на что стоит обратить внимание при покупке. Корма бывают для основного рациона, а также специализированные для определённых этапов жизни питомца, например, линьки. Первая стадия линьки, она наступает в возрасте 3-4 месяцев и проходит на протяжении нескольких месяцев. Это очень важный, ответственный период, сложный для птички. И в этот момент нужно поддержать специальным кормом с большим содержанием белковых компонентов, либо просто добавлять в рацион больше белковых продуктов. Все корма для птиц подразделяются по виду пернатых. Тот, что предназначается канарейкам, не подойдёт крупным или средним попугаям, недостаточно питательных веществ. А в корм для больших птиц добавляют крупные кусочки фруктов, которые маленький пернатый просто не сможет съесть. Обязательно у попугая или у другой любой декоративной птички должна быть всегда чистая птичевая водичка. И один ещё очень интересный момент. Попугаи нуждаются в специальном песке. Для чего он нужен? Он используется не только для устилания клеточки, но и пугающего его употребляют в пищу в небольшом количестве. Это помогает и в пищеварении. Корма основного рациона на 60-70% состоят из зерновых. Среди них проса, овёс, пшеница. В ограниченном количестве декоративным птицам дают зёрна с высоким содержанием жиров. Рапс, семена льна, подсолнечника. При избыточном кормлении этими культурами может возникнуть ожирение и другие проблемы со здоровьем. Ещё используются лакомства, кроме основного рациона. Это чаще всего зерновые палочки, какие-то смеси из каких-то сушеных ягод, фруктиков мелких таких. Также ещё предлагаются обычно минеральные добавочки. Некоторые владельцы решают самостоятельно составлять рацион для своего питомца. Но здесь необходимо хорошо изучить вопрос, чтобы понимать, в каком количестве и какие питательные вещества нужны. Частая ошибка – кормление большим количеством хлебобулочных изделий. Да, птички это любят, но это сильно вредит их пищеварительной системе и сокращает продолжительность жизни, качественных и полезных покупок.